Екатериной Лариной гордится вся 25-я школа. Девушка не только отличница, но еще и победитель регионального этапа Всероссийской Олимпиады по химии. За отличную учебу в этом году ее наградили персональной стипендией «Надежда земли Владимирской». А сегодня выпускницы вручают долгожданную медаль. Я скажу, что было легко, было достаточно увлекательно, но я довольна результатом. Меня поддерживала вся семья, и в школе меня вдохновляли, и как-то вот сработало именно на этом вдохновении, на порыве. Родители выпускницы не скрывают эмоций. Не верится, что позади 11 учебных лет и трудные экзамены. Говорят, за дочь очень переживали и не могли дождаться этого дня. Наконец-то все закончилось. Я смотрел на дочь, мне было ее жалко, и я удивлялся ее самоотверженности. Как она шла к этой цели? Она молодчинка. Поставила цель, и она сделала. Мы вокруг нее плясали, помогали, как могли. Просто любить надо ребенка, понимать, что ей нужно не только работать, нужно еще отдыхать. Нужно правильно организовать ее день. Нужно, чтобы обязательно была там горячая еда, доброе слово. Лучших выпускников города сегодня впервые чествуют в Патриаршем саду. От церемонии в душном зале решили отказаться ради живописных видов. Всего в этом году школы города закончили 1538 ребят. Из них 169 с отличием. Педагоги отмечают, что с каждым годом медалистов становится все больше. И такой результат не гонка за показателями. Выпускники сами стремятся к высоким результатам. У нас выпускники, порядка половины выпускников набирали от 80 до 100 баллов по различным предметам. Люди уходят в разные сферы. В область дипломатии, в область экономики, в область юриспруденции, в область журналистики. В учебе, как и в спорте, есть свой медальный зачет. По статистике, больше всего отличников в этом году выпустили 6 учебных заведений города. Успех 36-й школы в этом году даже отметили в управлении образования. Вообще хочется ее отметить, потому что она выиграла в конкурсе на лучшую школу года. Выиграла в лучший класс года. У них 100 балльник по физике. Это очень большие успехи. У них олимпиада по физике. Но это не значит, что только 36-я такие молодцы. Здесь и 23-я, и 25-я, и 3-я гимназия. После всех переживаний и радостей, сами выпускники готовятся к взятию новых рубежей. Впереди у них снова ответственный выбор. Какую профессию получать в будущем, многие решили еще в начале учебного года. Я планирую связать свою жизнь с иностранными языками. Это будет либо переводчик, либо преподаватель сель английского языка. Я планирую подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Почему привлекает небо? Хочется летать. Это перспективно и очень увлекательно. Посещать новые города, страны каждый день. Совсем скоро медалисты разъедутся по разным городам и продолжат обучение в высших учебных заведениях. Большинство из них нацелены на учебу в Москве и Петербурге. Вернутся ли они в родной город уже в качестве молодых специалистов, покажет время.